Первые анестезиологи появились в городской больнице номер один в сентябре 1969 года. Тогда несколько медсестер хирургического отделения освоили методику проведения масочного эфирного наркоза. Врачей-анестезиологов в штате еще не было, но в 1974 году уже было организовано полноценное отделение. Тех, кто стоял у истоков реаниматологии Севастополя, здесь до сих пор вспоминают с любовью. Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать большое спасибо нашим ветеранам, нашим наставникам, которые нашим учителям, нашему заведующему Шилобот Александр Леонидович, также старшая медсестра Хугаля Людмила Николаевна, медицинские сестры Настазийский Садовникова Зинаида Тимофеевна, Мельник Светлана Артемовна, Громова Анна Константинова, Штанько Елена Федоровна, ну и, соответственно, врачам Колку, Чернышеву большой вклад внесли в развитие отделения, обучили не одно поколение и спасли много человеческих жизней. Работа тяжелая, делятся медсестры. Большинство больных не могут обслуживать себя самостоятельно. Для многих тяжело не только есть и пить, но даже дышать. При этом медперсоналу необходимо успевать совершенствовать свои знания, чтобы идти в ногу с современной медициной. Специальность меняется очень стремительно. Она усложняется. Появляется много новых способов, методов, каких-то возможностей лечения пациентов. Однако усложняется и в плане техническом, скажем. Более высокие требования предъявляет к персоналу. Поэтому 50 лет – это все-таки очень знаменательная дата. Отделение анестезиологии и реанимации рассчитано на 12 коек. Каждый год через него проходит более тысячи людей. В борьбе за человеческие жизни врачам и медсестрам помогает современное оборудование. Отделение оснащено дефибрилляторами, системами охлаждения и обогрева, аппаратами УЗИ и рентгена, системами искусственной вентиляции легких. Все это, как и неустанный труд команды отделения, позволяет спасать самое ценное – человеческие жизни.